Сегодня у нас большие календарные курсы с космической куртой. Мы будем готовить рассольник с мясом. Нам понадобятся рассольник сам и космические ножницы. Открываем упаковку. Сдаем на стоп. Внимательно рассчитаем инструкцию. Добавить 150 мл горячей воды. Опять берем космические ножницы. Открываем упаковку и добавляем воду. Сергей Курт-Сверчков прямо сейчас находится на орбите. Школьники в прямом эфире классного радио РДШ с интересом наблюдают, как он готовит в условиях невесомости. Процесс приготовления рассольника на МКС кажется настоящим приключением. Космонавту нужно следить за тем, чтобы капли кипятка случайно не разлетелись по всей кабине. Как мы знаем из книги «Автостопа по галактике», колотенца – это самая необходимая вещь в среде вещей межзвездных путешественников. Прошло 10 минут. Наш рассольник с мясом готов. Сами космического ложка. Обратите внимание на длину ручки. Школьники не только вышли на связь с МКС, но и пообщались в студии классного радио РДШ с героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Он поделился занимательными историями, которые происходили с ним на космической станции. Как-то мы, наводя порядок на станции, нашли две бадминтонные ракетки. Думаем, классно. И устроили первый в истории бадминтонный матч в космосе. Причем мы не придумали ничего лучшего, как сделать это в 11 часов ночи в американском сегменте, когда американцы уже спали. В общем, это было так смешно и так азартно, что мы перебудили всех американцев. Они пришли болеть. И потом, кстати, матчи продолжались. Даже был матч пара на пару. Герой России Сергей Рязанский рассказал школьникам, что космонавт должен быть мастером на все руки. Ведь если что-то случится во время полета, бригаду ремонтников вызвать не получится. Так что, заключил он, если вы хотите стать летчиками-космонавтами, нужно хорошо учиться. Олеся Котровская, телекомпания. Город.